С какой бы игры начать, наверное, вот с этой игры. Мне название понравилось. Демо-версия пока еще только. Игра про монашку и зэка. Ну что может быть вообще актуальнее для нас с вами, друзья? Только зэка-монашка. Ведь все мы либо зэк, либо монашка. Либо наша страна это монашка, а мы все зэки. Не знаю. Называется Индика. Классно выглядишь. Ну это спорт, друзья, это спорт. Вы посмотрите, какой пельмень. Я тут обосрался, короче. Так получилось, что когда с другом сидели в рейстике, мы неправильно поняли меню, а официант был грузин. И хотя мой собутыльник тоже был грузин, мы вообще ничего не поняли. Короче, мы каким-то образом вместо 6 хинкалей, каждый, заказали 36. То есть там типа порции в меню были. А мы думали, что это за одну цена, потому что там, ну, типа цена 120, что ли, или 140 рублей. Это какое-то типа супер секретное место для грузин. И меня туда друг привел. И в итоге каждый из нас был вынужден съесть 36 хинкалин. Я, честно говоря, с утра думал, что я лопну. Ну, как хинкалин. А из меня вытечет этот сок, потому что это просто было невозможно. Я до того, как сходить с ним в ресторан, весил 35. Какие-то 85. У меня уже от крыши едет я. 85. А с утра я встал на весы, и они показали 89. Вы можете себе это представить? Это вообще жесть какая-то. 35 я давно не весил. Это я со своим возрастом перепутал. Ну, чуваки, что-то сон какой-то плохой у меня в последнее время. Не высыпаюсь ни хера. Видите, глаза прям, блядь. Я думал закапать чем-то, потому что они просто закрываются. Но сегодня надо стримить уже. Меня уже и так считают прогревателем Гоев номер один, даже спонсоры. Поэтому надо это, делать вид, что работаю. Ну, все как мы любим, короче. Эй, молодежь, унылая зима позади, и мартовское солнце уже начало приятно согревать наши телеса. Однако в марте еще не так тепло, как хотелось бы, и сидеть за компом за какой-нибудь игручкой пока что более комфортное занятие. Совсем скоро еще и распродажа в Steam стартанет. И в связи с этим я в очередной раз рекомендую вам Купикод, потому что сайт от и до повторяет библиотеку Steam, а в разделе «Недоступные в РФ» находятся игры, которые в самом магазине Steam пользователи из РФ найти не смогут. Причем здесь самые низкие цены на покупку игр гифтом. Кроме того, пополнять свой аккаунт можно с самой низкой комиссией на рынке. На Купикоде не нужно вводить никакие пароли и другие данные от аккаунта. От вас нужен только логин, поэтому аккаунт останется в безопасности. По промокоду, который на ваших экранах или он есть в описании к ролику, комиссия на пополнение снижается на 2%. А еще он дает скидку 10% на покупку игр гифтом. И сейчас проходит временная акция. При использовании промокода комиссия на первое пополнение снижается до 10%, вне зависимости от суммы пополнения. Через сервис можно пополнять и казахские аккаунты Steam и даже аккаунты в долларах. Ну а на десерт сообщаю, что пополнив Steam через сайт ребят, вы сможете залутать Steam Deck в конкурсе Купилиард. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Купикот — это целая игровая экосистема. Команда проекта делает упор на честность и развитие сообщества, организовывает турниры и предлагает классную систему лояльности. Играйте во все игры в Steam, как раньше. Ссылка в описании. На русском. Бухал вчера. Кинкальный. Я также просыпался. Печень не ампутировать. Я проверял. А не, у него рука какая-то черная. Отвратительный, вы посмотрите на эту хрень. Но это левая, не страшно. Кроме тазика ржавого, я не нашлась ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Я ведь тоже с Богом, как говорю. С Богом. Здорово. Блин, гляжу я на его руку и... Хочешь, еще себе чего-нибудь отморозить. Вспоминается рассказ один, сейчас перескажу его. В Related мне выдало... Ну, кто постарше, кто моего возраста, 35, там 40 лет, да, кто уже дед. Наверное, помню, телеканал MTV такой был, да, когда мы росли. И там было такое шоу «Чудаки». Соответственно, они еще несколько фильмов выпустили. Вот там один из персонажей был Стив О. Актер такой, типа каскадер. Вот. И мне выдало видео с его канала на YouTube. У него есть канал на YouTube, 6 миллионов подписчиков. На самом деле, довольно популярный канал, где он рассказывает всякие приколюхи из своей жизни. И есть у него видео, которое называется «Мои самые неудачные татуировки». И вот, короче, он рассказывает то, что... Тут черная рука тоже замешана в каком-то смысле. Он рассказывает то, что как-то раз сидел на кухне со своими друзьями-алкашами, употреблял алкоголь, наркотические средства какие-то, что я, конечно же, не отобряю. И у них зашел разговор о Child Free. И Стив О говорит, типа, блин, я, типа, никогда детей иметь не буду, дети это кал, поэтому я, короче, сделаю себе татуировку «Красный круг», ну, типа, как знаете, как дорожный знак, и в нем перечеркнутый ползущий ребенок. Потом, короче, он еще немного подбухнул и сказал то, что, наверное, этот символизм не каждый поймет, поэтому я просто напишу на татуировке «Fuck babies», типа, ебать детей. Ну, я осуждаю, если что, это просто то, что рассказывал Стив О, и в каком смысле он это имел в виду, не сразу понятно. Но, в общем, на пьянке он обратил внимание, что, в общем-то, контингент там, который с ним пьет, вообще, большинство людей не любят читать. Это Америка все-таки, читать они не любят, поэтому он решил просто набить татуировку того, как мужик натягивает... Ладно, я не знаю, как это описать, чтобы меня самого не посадили. В общем, там мужик и ребенок в таких позах. В общем, такую татуировку он реально набил, но так как Стив О очень любил подать неприятности, в том числе в КПЗ, короче, эту татуировку вообще никто не оценил. Она никому не понравилась нигде, да, типа, ни в тюряге, ни на съемках самих чудаков, то есть ему приходилось перевязывать даже там тряпкой эту татуировку. И в итоге он пришел к тому, чтобы ребенка забить огромным черным пятном. И потом Бэм Марджера был такой тоже чувак, не буду про него рассказывать, у него там судьба не особо хорошо сложилась. К тому же я его всегда ненавидел, терпеть не мог, у меня он всегда казался позером каким-то. Но, в общем, он сказал, что это пятно похоже на страуса, которого не хватает только ног и шеи. В общем, набил ему эти ноги и шеи и получилось, что мужик ебет страуса на татуировке. Но это еще не все, прикиньте. Короче, ну, Стиво, он дурак, поэтому он снимался в каком-то видосе, где его облили топливом самолетом и подожгли. И у него эта рука полностью обгорела, как у этого чувака черная стала, там кожа облезала и все такое. И половина татуировки облезла там, где ноги, у страуса и у мужика. В итоге он сказал, что планирует набить мотоцикл, что страус с мужиком едут на мотоцикле. Не знаю, набило или нет, но мне почему-то это показалось очень смешно. А теперь я с монашкой еду на... Что это вообще? На самоваре каким-то, каким-то, каким-то... Мне кажется, если меня сейчас смотрят курьеры какие-нибудь, которые зимой вынуждены работать, они мечтают о такой штуке. Не о монашке. Понимаю. Понимаю. Тому, который хороший, а бандиту, тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Что? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто. Я лежал, умирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. Кружки вот в этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде рябь идет. И как будто шепот. Я допил и... Ты в чашке бога услышишь? В чашке, да. Да не в том суть. Я тебе покажу, когда едем. Смотри. Водонапорная башня. Значит, за мельницей станция. Зачем станция? Нормально едем. У нас топливо на пару верт. На чем эта штука вообще работает? Я тебе сваря не утяну. Может, лучше в объезд. На персильной тяге, зэка. Монахиня офицер, кому какое дело? Телеграфные столбы, видишь? Так. Хотя провода оборваны. И дорога. По ней давно никто не ездил. Я не знаю, чуваки. Ну ладно, пока покатимся. Я не помню такого. Ну, может, такое и было в Евангелии. Там, я знаю, что зэки всегда любят какую-нибудь историю найти. Типа про чувака, которого рядом с Христом распяли. И он сказал, что верует. И несмотря на то, что он был бандитом, его там простили. И все такое. И такое было про то, что он рассказал. Ну, блин, это здорово. Большинство-то вообще Евангелие не читало. Я что-то забросил. Я читал, читал. И где-то до середины дочитал. И притомился немного. Но обязательно добью. Так, сейчас геймплей будет. Гайку будем, точнее, искать какую-нибудь штуку, которой гайку можно сорвать. Так. Так. А, я уже могу. Да все, я понял. Нифига себе, я думал, эта заставка продолжается. Как он говновоз пинает. Монашка симпатичная, кстати. Непонятно, зачем она в монашки пошла. Лучше бы в бизнес какой-нибудь. Более прибыльный. Дубай, например. Вот это все. Сейчас модно, модно такая тема, знаете. Блин, игра тормозит на 40-90, надо сказать. Вообще-то не радует меня производительность. Так, ну что, типичная изба. Вот и еда есть, кстати. Ох, я бы навернул бы грибочки, конечно. Наверняка хорошие, качественные. Так. Это самовар, что ли? А, нет, печь. Какие печи вообще было? Нет, это гига-самовар, чуваки. Или нет? Нет, все-таки это, видимо, печь какая-то, потому что нету этого самого краника. Это я знаю, это Дева Мария и младенец. Иисус, скорее всего. Очки дали за это, за то, что помолился. Чего? Верху глядь. Это такие консервы были в Советском Союзе, пацаны? Вы посмотрите. Это не то, что сейчас вот эти нищие консервы из Пятерочки. Так. Житие угодника Божия Варфоломея. Святой отшельник Варфоломей был так кроток, нравом и благочестив, что его не боялись лесные звери. Он кормил птиц, белок, змей, и даже медведь приходил к нему полакомиться вареньем, которое Варфоломей варил из лесной земляники. Однажды у Варфоломея с медведем завязался спор, который они никак не могли разрешить. Дошло даже до драки, в которую Варфоломей ударил медведя топором. Увидев, что натворил, Варфоломей упал на землю и катался по ней слезно, прося прощения у медведя и у господа. Новый уровень. Ну, пока мне нравится система прокачки, почитать про Варфоломея, так сказать, про медведя. Так, могу взять либо раскаяние, что ли, либо вину дать раскаяние. Что это такое вообще? Вину убери. Да не виновата я. Он сам пришел. Зэк, я имею ввиду. Так, ну, блин, я вот в таких играх, единственное, конечно, я не купленов, это прямо скажем. Он бы уже нашел, мне кажется, вот эту косыгу какую-нибудь, которую можно кромыгу толкнуть. Но у меня с этим всегда... Смотрите, это как в РДР! Так, может, топор? Вот, я не понимаю, почему она не хочет топор взять, топором разрубить. Сарай! Может, там что-то есть? Вот, она уже сама подсказывает, но что из этого сарай бы знать. В окошко-то можно было залезть. Житие святого Иоанна. Однажды преподобный Иоанн упал в яму. Он был богобоязненным и кротким монахом, поэтому смиренно остался сидеть в яме. На третий день Иоанн усомнился, не принял ли по малодушию испытания Господа за его волю. Сидеть ли ему на дне ямы в нечистотах своих или вылезти на свет Божий. Возмолился Иоанн к Господу и в тот же момент послал Господь Иоанну знак. Еловая ветвь свесилась в яму. Иоанн схватился за ветвь и выбрался из ямы. Выбравшись, он горько заплакал, осознав, что поддался в прелести и гордости искушению бесовскому. В ужасе Иоанн снова прыгнул в яму и стал молиться Господу о прощении. Господь простил Иоанна и наградил его многими духовными дарами. Так он так и сидел потом в яме, что ли? Не понял я смысла этой истории. То есть чувак упал в яму с нечистотами и типа решил, что вылезти. Раз он у нее упал, значит Бог его туда скинул. И вылезать не надо. И ждал пока его типа самого оттуда вытащит что-нибудь. А я не понял, честно. Ну ладно. Сейчас еще экспы дадут. Смирение. А, смысл этой истории смирения. Я понял. Но значит ли это, что если ты попал в какую-то ситуацию, например, ну я не знаю, ты типа реально упал в яму, или там я, не дай бог, конечно, но там попал, например, в аварию, и тебя в машине зажало, то ты должен просто сидеть и смириться. Да, понял. Блин. Это непросто. Так можно, кстати, прийти к тому, что самым православным из нас всех является Озон, потому что именно он терпит. Так. Может сюда? Угу. Ё-моё. Не знаю, что это за жених такой какой-то. Нет, стоп, это и есть Просковия, наверное. Ладно. Новый уровень. Можем взять либо стыд, либо скорбь. Давайте стыд возьмем. Для женщины стыд важен. Так. Гаечный ключ. О-о-о. Индик легко могла на глаз отличить ключ на 5 от ключа на 40. Этот был где-то между. Между 5 и 40. Может быть, ее батей был дядя Богдан. Если вы понимаете, о чем я... Рукастый, мужик. Ну, пока еще. Эй, велосипед! Ебать! Блин, тоже собак не люблю. А там еще гавкнул, как будто баскервильская сука какая-то. Во, раньше строили, да, чуваки? Тихо, тихо, дружок. Мы тебя не обидим. Он не кусает. Слабежит. Далая дружелюбный пёс. Ладно, бежим в натуре. Хорошо, что у него рука сгнила, а не ногая. Закрывай. Кудец. Что такое кудец, пацаны? Ну, ё-моё. Знаешь, я себя хотел, я б тебя голыми руками был уебашен. Да ладно, не может быть, блядь. Как так? Такую сильную женщину. То есть, как? Накачанную. Зачем? В смысле, револьвер нахуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну, не в том смысле. Я бы бабу никогда. Сука. Ты мне во что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Не похож он на богоизбранный, честно, признаться. На, на. В город Спасов, в соборе Иоанна Дамаскина, единственное рациональное средство от бесплодия, пьянства, супружеской неверности и других телесных и душевных недугов. Кудец. 20 марта. Блин, ну здорово. Мы пойдём туда, что ли? На кудец. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть, у Бога силы хватило только, чтобы гнение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился? Да. Дело не в инструменте. А в том, что нельзя человек спасти помимо его воли. Ему в руке дело, короче. Понимаешь? Понял. А в пути, на который нам было указано. Тут согласен. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. Это мудро. Это как с моим пьянством. Заставляет задуматься. А без сноватых кудц уводит? Всех, Воль. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно. Давай выбираться. Наверное, она бесноват. Типа того, может, её по этому монахине отдали? Подсади-ка меня. Я тебя? Да, ты меня. Это как Last of Us русская версия. Блин. Тут и без подсадки можно было. Тут же эти брёвна такие, как лестницы. Эй, Илья, ты живой? Так, это что такое? Что за имя ему выбрали? Почему нет? Да, живой, живой. Почему вы его не назваете Сергей, например? Я не понял. Найду чё-нибудь. Подставить. Так. Ну, с таким именем он ничего делать не будет, я уверен. Придёт самому спасаться. Илья — это самое ленивое существо на Земле. Это давно проверенный факт. Ну, изба, конечно. Конечно же, всё это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про кудец и ручьи писать. Но именно сейчас, в Спасове, про Илья, каждый летень встречаешь каторжников. Какая-то сказка какая-то. Разговаривающих с Богом. Такой обычно в советских мультах был. Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь её путь лежал в Спасове, а не в Даниловской обители. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Может, спрыгнуть? Посмотри. Ну, нет. Прочитать чужое письмо... Не, ну она точно поехавшая. Больше? Во сколько раз? Что? В два раза? Я не знаю. Интересно. То есть, не доставить два письма, а не дать прочитать одно. А скажем, украсть. Деньги. Рубль стянуть. Хуже. Хуже. Какой-то уже икта, что я не понимаю. Бред. Ёмор. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Чтобы лифт не помешал. Батюшка за разные согрешения разную эпидемию назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше стало быть истинно. Пись в говна, похоже. Положим, украсть в десять раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить в тысячи. И почтальон, теряя мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя... Да никто уж письмами не пользуется. Тут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. Ну так, погодите. Вор писем хуже, чем все они, что ли? Я что-то не понял. Ты не греха боишься. Ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. В каком письме вообще речь? Не надо. Так. А этим возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленная. Ведь все, как написала, вышло. О, можно молиться. Надо начинать, мне кажется. Ну она бесноватая, это очевидно. У нее голоса в голове, галлюцинация жесточайшая. Все. Да е-мое. Так, это что такое вообще? Гигантская корова с механической жопой бесконечно срет. Главное молиться не переставать, а то начнется опять эта фонг, музыка страшная. Меня напугает. Ну так, чуть-чуть можно. Блин, тут дальше некуда идти, надо отпускать, наверное, что-то произойдет позитивное, типа меня перевезет на сущий уровень. Сначала тебя из дома выперли, потом из монастыря. Выперли, выпили, еще бухтей. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, если тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы... Глумит собак. Блин, не понимаю, куда идти, чуваки. Темно, пьебец. Мозг включить. Блин, а как выключить то, чего нет, братьки? Куда ж теперь, дай? Столько вариантов. Слушай, ты, а или поздно и из тюрьмы не вы? Без чуваки, 200 айкью, просто пришлось приложить все интеллектуальные усилия. Фу, я думаю, даже купленов бы не справился в этой дурке. Скал бы, что это такое вообще, непонятно вообще, ничего, ничего не понимаю. Что это, это женщина, что ли, на экране-то? Что это вообще такое-то, блядь? Не понимаю, блядь. Это мое изображение купленово. Не понимаю, блядь. Это что такое, блядь? Что он, блядь, что так драмазить-то, блядь? А где все? Авария! Я с Денисом. Взрыв! У вас там так? В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. И англичане. Англосаксы. А поджигал, наверное, Богдан Хмельницкий. Так. О. Житие святого митрополита Синеуста. Однажды бес вселился в волосы преподобного митрополита Синеуста. В самые неожиданные моменты волосы у него выпрямились во все стороны, как прутья веника. Так что во время богослужения Синеуста проскакивала митра, пугая прихожан. Сколько ни молился Синеуст, бес никак его не отпускал. Вот однажды Синеуст проделал в митре отверстие и подвязал туго веревочкой. Да настолько туго, что когда вышел на литургии, на ектинию волосы его, вместо того, чтобы сбить привычную митру, воткнулись Синеусту в голову. С тех пор Синеуст стал кроток и неразговорчив. А бесу пришлось искать себе новую жертву. Так Господь проучил беса. Ничего не понял вообще, что произошло. Кому-то голову, что ли, проткнули. Сожги тут все. Зачем это? Это Денисовка. У меня зрители оттуда есть. Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция! Тут и так все сгорело, походу. Что-то типа того произошло. Техногенная катастрофа. Мы точно не можем сказать, в каких годах происходит действие, но мне почему-то кажется, что это, ну, 2007-й, где-то, 2008-й. Современность. Просто сам Каде, блин, сами понимаете, мы люди непривычные, к тому, что остальная Россия по-прежнему выглядит вот так. Так, куда он пришел? Что-то он к стене встал, но, не знаю, может, какие-то психологические травмы, может, он к расстрелу приговорен. Она говорит, лестница какая-то, но я никакой лестницы в упор не вижу. Он поссать хочет, отойди. Хорошо. Надо на льду постоять. Что, я уплыву куда-то, как Умка, что ли, или что? Она говорит, лестница какая-то нужна. Еще что-то нашел. Спаситель неопалимый. Еще одно свидетельство чудесной силы Божьей благодати. Огонь уничтожил все в доме, только икона спасителя уцелела в пожаре. Да, чудеса. Это смутань. Да нет, что-то. Может, льди, если на них стоять, перемещаются? Ну, я бы здесь подтянулся, наверное, кстати. Клинов сразу понял. Эй, блядь. Как же это, что я не клинок. О! Я понял, пацаны. Ити-ти-ти-ти-ти-ти. Эээ? Со мной не сработает. Не та эта... Пизовка. Его цеплюсь. Он что, жирный меня назвал? Погоди, сейчас что-нибудь придумаем. Это не тривиально. Я так-то головоломка была. На физон. О! То, что надо. Ему все-таки, мне кажется, надо было бы руку отрубить. Мое мнение. Ничего хорошего в этой черной руке нет. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, блядь. Он уже, ну, он уже бредит. И выглядит хреново. А если руку отрубить, ему сразу полегчает. Может, даже какая-то польза от человека будет. И ногу отрубить. Ну, ногу пока можно оставить. Что такое? Да, да, блядь, это собака. Ну, все, она там умерла, скорее всего. Она тупая, блядь. В ледяной-то воде. Лестница сломана. Через мельницу придется идти. Где это? Мне кажется, это конец демки или что-то типа того. Не, нифига, смотрите. Но я вишлист добавлю. Мне кажется, это интересно. У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Понимаю. Как живые? Как? Ну, какой-то он такой. Хованский, примерно, тоже самое рассказал. Очень не успел дорисовать. Одним глазом так и осталось. Порезали его. Блин, жалкость. Из-за запаха дурного. Да не. Он на стене, снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали, потому что... Ну, не по понятиям оно. Это, кстати, неплохой сюжет для Зеленого Слоника 2. Если Пахом еще в форме, то можно снять про то, как он, будучи зэком, говном рисует свою семью. А его потом убивают за это. Потому что это не по понятиям. По-моему, отличная идея. Интересно, если на Западе кто-нибудь купит эту игру, он вообще что подумает-то, в принципе. Наверное, скажут, эх... Смотри, какая красота! Живут же люди, да? Не то, что мы тут с этими бомжами. Поиск колес, можно менять направление движения вала. Понятно. Чего, блядь, она сказала? Надо понять, как оно все приводилось в движение. Тяжело. Так, пацаны, есть среди вас биохимики, физики? Просто надо шпонку целую найти. Так, ищем чушки, правильно? Шпонка сломанная. Вставляется в паз соединяемых деталей для передачи крутящего момента. Ладно, в поиске чушек я, в принципе, руку-то набил в играх Тодо Говарда. Ну вот и шпонка. Надо все сразу брать. Тем более, они как будто это, стакаются. О. Житие святого Ионы. Святой затворник Иона в первые монашеские годы сожистствовал в скиту с прозорливым старцем Аптатом, который был известен тем, что всячески испытывал и искушал братью. Не стало исключением Иона. По утрам Аптат прятался под лавку и неожиданно с криками выпрыгивал из-под нее на Иону. Во время трапезы он с криками кидал Ионе в пищу мушек и сажу из печи. Когда Иона молился, Аптат с криками выбивал из его рук молитвослов, а когда Ион ложился спать, Аптат с криками бил его по животу горящей головной. Это на дедовщину какую-то больше похоже. Так а чем закончилось-то в итоге? Иона затерпела или... Это шпонка, предохранитель. Она должна ломаться в случае перегрузки, чтобы защитить от поломки более важной части механизма. Поехали. Контролировать Илью. Так. Ага. Это гигагвоздь. Это гигагвоздь. Стоп, а! Контролировать Илью, конечно, очень весел. Стоп, может быть мне надо зад... Я понял. Блин, ну это вообще очень... Я вот сообразил сразу, но это прям на самом деле-то вообще не для глупых. Это прям серьезно. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Пускайся! Опять, чувак. Ладно, пойдем. В стиле Лары Крофт. Ох, епт! Что такое? Вон наш выход. Боишься высоты? Не-не. Не засал, засал. А-а-а! Эй! Эй! Бёдить, дед... Я говорил, надо было в объезд! Да не... Ты в цирке был? Леби, мозги, дядя, б... Блэд! Нашел время ныть. Вот, ненавидишь таких людей, которые подруг... ну а чё я мог сделать 15 пс ну сколько дают столько и тебя смирению что не учили чувак ты не понял что о чем были предыдущие книжки но это с первого раза невозможно как любой вперед к бежит такие уровни не уважаю пёс там блин а мне оказалось что это правильно хотя собака стоит медленно и казалось бы это неправильно правильно муза великолепная восхитительная она прям то что надо это любовь то есть уж больно этот парень сексуальный такая прическа такое лицо я не знаю что мы убили она заслужила плохая собака грешно не бывает грешных собак грешно бывают только люди только человека люди ушли перестали кормить для нее это вопрос 30 лет интересно в чем разница между человеком и собак все то в чем ты винишь беса собакой случается ничуть не реже чем с человеком она злится когда у нее отбирает еду готова разорвать того кто по себе мне это не надо объяснять я собак терпеть собака унывает когда любимого человека нет рядом завидают завидают вожделеет даже до мужеложество доходит помнишь как журжик это другое им все это нужно чтобы выжить и завоевать наиболее перспективную парку завести потомство а человеку для собаки у тебя находится простое объяснение что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил ну ё-моё блин я только только вошел во вкус ну что такое ну будем ждать полную версию весна интересно будет побродить такой русский резиденты был я бы так назвал любопытный проект лет и не спрашивал родители почему тебя назвали илья да я знаю не спрашивал да мне не интересно было назвали и назвали не жопа же назвали хотя блин гонял мне потом такое дали жопич но не вне ты не важно это неважно какая разница я своим именем доволен не семён и то слава богу ребят всегда надо довольствоваться малым понимаете как бы не семён не зергей не там не знаю какие еще имена есть которые нелепо например для иностранцев звучит считаю нормальное красивое имя плохо не самому даже быть семеном а человеком который вулька ну например женщина горит ай лов семён но это же ужасно это ужасно как понимаете если еще и у него фамилия свалов вы задумайтесь в этом направлении если бы я сам выбирал себе имя я бы хотел чтобы меня звали жорж мне кажется кайфовая как милославский вообще можно всегда пойти да и поменять на что тебе нравится по большому счету я вот не понимаю если бы я был семён там или адольф или еще какое-нибудь имя неудачное я пошел в паспортный поменял ну блин ты не обязан носить имя которое тебе не нравится серьезно то есть зачем это надо адольф можно менять на рудольф да я думаю что никого в россии после 41 года не называли адольфом это ну может там в семьях каких-нибудь тесаков такое практиковалось я даже представить такое не могу но это же просто ерунда какая-то а